Витаю вас на фабрите новым, я Ирина Каблучко, и с нами нас я скоро, мисс Юнус, американский политолог, эксперт из международной политики, предбываемую пиццунг и тыжня. Господин Юнус, спасибо, что присоединились, и слава Украине. Героям слава, витаю вас, дякую за запрошение, рад вас видеть в добром здравии, приветствую всю нашу новую уважаемую аудиторию. Это взаимно, и друзья, традиционно приглашаю вас присоединяться к нашему разговору в комментариях. Владимир Зеленский и Джозеф Байден встретились во Франции, и это такая первая серия их встречи, вторая будет на саммите G7 в Италии. И вот что интересно, американский президент на этой встрече, во-первых, анонсировал пакет американской новой помощи, а с другой стороны, он изгнился перед Украиной за многомесячную задержку в предоставлении этой помощи. Конечно же, это не вернет тех, кого Украина потеряла за это время, но тот факт, что американский президент подчеркивает, что это ответственность Америки, я имею в виду задержка, а не какая-то вина Украины, о чем были спекуляции. Насколько это важно сейчас на данном этапе? Ну, конечно, важно любое хорошее слово, доброе слово говорят и кошке приятно. Любое слово, сказанное со стороны друзей, особенно таких солидных, оно, конечно, всем приятно. Но если смотреть в корень, лично Байден в том числе виноват, потому что когда он извинялся, он сослался на некоторых нерадивых, так сказать, представителей американского политического истеблишмента, то есть не расшифровывал. Он, естественно, в первую очередь имел в виду, скорее всего, конечно, республиканцев, хотя и среди демократов их было в огромном количестве. И плюс администрация, понятное дело, все это время мы видели, как себя вела, через еще раз осторожно для того, чтобы не эскалировать ситуацию. Да, и она и сегодня продолжает так себя вести. Поэтому, когда он так говорит, если он сказал бы конкретно, да, я тоже несу ответственность, раз я самый главный человек в Америке. Вот я, например, когда кто-то мне будет говорить, что у меня дома там дети мои шалят или что-то в этом, я всегда подчеркиваю, я говорю, все плюсы у меня в семье мои, и все минусы точно так же мои. То есть я несу ответственность. Если я глава семейства, да, президент страны несет ответственность за все, что происходит в стране. Он не может говорить, что это виновата только оппозиция. На все хорошее это я, а все плохое это оппозиция, это неправильно. Поэтому если кто-то из членов твоей команды что-то делает не так, значит, ты плохой президент, или недостаточно работаешь. Если в парламенте там что-то, в Конгрессе твои же соплеменники что-то делают, а куда ты смотрел, куда смотрела ваша партия, аппарат и так далее. Надо работать же, надо это все знать, прежде чем когда вы выбираете. Вы же должны знать, кого вы выбираете и так далее. Или член твоей команды, кто-то не так что-то ляпнет. Поэтому если он извинился, это хорошо, первое. Было бы лучше, если бы он конкретно начал бы себя. Это второе. Что касается того, что тональность, которую мы сегодня слышим из Вашингтона, вот здесь очень много положительного. Очень много положительного. И это я также объясняю тем, что здесь уже пять месяцев осталось до конца предвыборной кампании. И сегодня все понимают, что одних успехов во внутренней политике недостаточно для того, чтобы остаться президентом Соединенных Штатов Америки. Более того, это очень важно для действующего президента, потому что у него есть то, что нету, например, у его оппонента, того же Дональда Трампа. Потому что он лидер страны и у него исполнительная власть. И он может решать судьбу войны на Ближнем Востоке и войны, которую развязала Россия против Украины. И здесь, конечно, очень важно, как он себя будет вести в этой ситуации. А понимая это, я думаю, он будет прилагать огромные усилия. Хотя многие говорят о том, что нет, внешняя политика не так сильно влияет. Это говорят глупости, это неправда. Она влияет не менее. Сегодня вот в этой ожесточенной борьбе, особенно израильская тематика, точно так же представьте себе на секунду, если сейчас начнется... Вот вы видели то, что творилось в университетах. А если это выльется на улицы, и это выльется довольно более мощно, потому что это может вылиться против действующей власти. Потому что, например, против республиканцев никто не пойдет в этой тематике, потому что республиканцы однозначно поддерживают Израиль, но они не находятся в власти, и поэтому они поддерживают Израиль. Но требования к администрации же идут. Израильская часть требует от администрации поддерживать Израиль, палестинская часть требует от администрации поддерживать Палестину. Вот в этой ситуации, конечно, очень сложное положение как раз-таки у Байдена и его команды. А это может вылиться и на улице, как он в этой ситуации поведет себя. Что касается российско-украинской войны, агрессии России против вас, это тоже мы видим, что в этой тематике вроде бы движение идет в нужном направлении. Самый тяжелый момент перешел, и здесь даже давление тех же республиканцев вам же на пользу, потому что и те, и другие хотят здесь показать, что здесь не такой диссонанс, как на арабо-израильском фронте, понимаете, здесь другой, там четко за Израиль и за тех, и за других. А здесь ситуация совершенно другая, да, здесь как будто бы и те за вас, и эти за вас. Все то, что вы будете слышать сегодня из уст президента Соединенных Штатов Америки, ну и, конечно, ближайших его соратников, рассматривать опять же через призму темы Украины во внутриполитической жизни здесь в Соединенных Штатах Америки, точно так же, как касательно Ближневосточного, потому что, насколько я понимаю, здесь очень вот так несколько моментов внутри страны, это вот граница, это аборты, это экономическое состояние, здесь по многим моментам у демократов позиции довольно неплохие, они страдают по границе, они, например, плохо, несмотря на то, что он якобы указ принял, там немножко у них проблем, поэтому здесь республиканцы много крови могут попить, а на внешнем рынке они могут много крови попить, но у них нет рычагов влияния на это, таких, которые, потому что Конгресс здесь уже не влияет ни в какой мере, ну, разве что вот эти слушания, которые скоро должны состояться по поводу концепции, которые должны представить Ллойд Остин и Энтони Блинкен, да, по поводу вот этих 45 дней, касательно того, каким видят Соединенные Штаты Америки будущее и окончание этой войны, то есть стратегии США в этой войне. Здесь они, конечно, постараются копию поломать и постараются на этом показать, что они больше любят Украину, нежели демократы. Поэтому, я думаю, Байден, когда встречается с Зеленским, он будет всегда, это как спектакль, вот здесь 225 миллионов выделили, значит, извинения обязательно, тем более он видел, как принимали вашего президента, я думаю, каждый украинец должен был гордиться тем, как его президента принимали на этой встрече в Нормандии. То есть самым главным гостем был не Джо Байден, Джо Байдена так не приветствовали, хотя он представлял Америку, да, вроде бы главного союзника в этой Второй мировой войне. Сегодня так принимали вашего президента, который представлял Украину и украинский народ, которые также понесли большие жертвы во Второй мировой войне. Но то, что сегодня Украина непосредственно на передовой находится, и параллели, которые проводились в Нормандии 80 лет назад и сегодня, это говорит о многом, поэтому Байден не может этого не понимать, и поэтому он играл и на эту аудиторию в том числе, для того, чтобы показать, что мы понимаем, мы ценим, и именно его встреча тет-а-тет с президентом Зеленским отдельно, и вот те, что он там говорил, для этого он это извинения делал публично. Вы же как сами понимаете, он же мог ему один-на-один это сказать, да, это какой интересный, это надо сказать публично, чтобы вот это все вот так влияло бы на общественное мнение и в Соединенных Штатах Америки, особенно на тех сторонников или неопределившихся, которые хотели бы, чтобы усилили, чтобы больше поддерживали. Поэтому он будет много говорить на украинскую тематику, на израильскую тематику. Вот, и я думаю, следующая встреча их, которая будет на G7, точно так же она будет спекулятивной, тоже так же будет отрепентированной, и там будут более сильные, так сказать, моменты, которые лишний раз. И опять же, вы меня спросите в следующей передаче, наверное, о том, что вот, что бы это значило, да. А это все будет значить одно и то же, то, что и сегодня, то, что и сегодня, то есть украинская тематика очень важна, и она будет играть важную роль в ближайшие пять месяцев, и я так думаю, она будет идти по восходящей, не по нисходящей, потому что это поможет тому же Байдену усилить свои позиции в этой президентской кампании. Вернемся еще к Байдену, если останется у нас время, но поскольку сейчас все внимание прикуток Европе, и Владимир Зеленский, выступая официально перед французами, сказал такую интересную фразу, что Путин сейчас это антиевропа. И как раз параллельно с этим Еврокомиссия сделала в устной форме, во всяком случае, позитивные выводы о том, как Украина реализовала реформы, необходимые для дальнейшей евроинтеграции, но решение о начале переговоров заблокировала Венгрия. Ничего неожиданного в целом. И параллельно вместе с этим прямо сейчас проходят выборы в Европарламент. И, знаете, все это время грело душу, что главой Еврокомиссии, ну, по сути, исполнительной власти Евросоюза, была Урсула фон дер Ляйн. Это такая очень адекватная, где-то даже смелая лидерка. И тут важно понимать нам в Украине, вот это вот выборы в Европарламент, где нас пугают ультраправыми силами, которые могут захватить власть. Насколько это может повлиять на отношения Европы, на евроинтеграционные процессы Украины, на военную помощь для Украины? И достаточно важно спрогнозировать, а что будет, удержится ли на своем посту Урсула фон дер Ляйн? Ну, здесь несколько, так сказать, подвопросов в вашем этом глобальном вопросе. Я просто стараюсь пройтись по всем. Значит, первое. Я уже несколько раз говорил, регулярно говорю, не ломайте так сильно копии по поводу НАТО и Евросоюза. Во время войны вас принимать не будут. Конечно, говорить об этом. То есть ожидать не надо, да? Не надо самообманываться. Сказать, что да, вас примут. Не стоит на этом. Эта проблема, так сказать, остро не стоит. Потому что если 11 стран НАТО во главе с США, Францией и Великобританией, то есть тремя постоянными членами, ядерными державами, членами Совета Безопасности постоянными, ядерными державами, плюс Германия и все остальные, открыто сказали, что даем разрешение бомбить, кроме Кремля. Именно там четко, здесь многие, вот эта тема Кремля, которую сказал Байден, двояк, Кремль не разрешаем, а все остальное разрешаем, да, получается, понимаете? Да, Кремля еще не... А зачем бомбить Кремль, да, на самом деле? Нет необходимости. Вот ракеты откуда летят, вот это и бомбите. С Белгорода, с Курска, с Ростова, откуда идут, вот это и бомбите. То есть главное здесь что? Получать оружие. Если это оружие вам поставляют, сегодня это 11 стран, зачем вам эта бумажка о том, что, например? Да потому что вы же понимаете, это просто самообман, да, и не будет этой бумажки. И целый день на эту тему говорить не надо. Да, можно так, но ожидать не надо. Точно так же, как с Евросоюзом. Евросоюз – это что такое? Институт. Вам в этом Евросоюзе что-то, в первую очередь, деньги. Здесь вам нужно оружие, а здесь вам нужны деньги. И деньги вам дают, и дают как положено. И вот сейчас очередной транш с этих замороженных активов на этот G7 также примут. Также примут, может, если там два варианта сегодня обсуждается, да, но заем на 50 миллиардов. Или это дает США под эти замороженные средства. Или же к ней присоединяются европейские страны в том числе. Поэтому не ломайте копию на эту тему. То есть я на эту тему так спокойно реагирую, когда вот вижу, вот там началось буй. Вот будет в Вашингтоне здесь это. Ничего такого не произойдет кардинально. В первую очередь произойдет в самом НАТО. Стратегии будут меняться. Потому что все, уже та стратегия не работает. И именно поэтому здесь в Вашингтоне они будут принимать это. Вот они в Вильнюсе начали это. Здесь они должны будут поменять эту стратегию от обороны на наступательную. Чтобы не было вот этих бюрократических проблем, которые сегодня существуют. И надо будет придумать такой механизм, который повысит ответственность той же Европы в том числе. И поэтому Европа вот сейчас пришла в движение. И наверняка комиссары по обороне, комиссары по безопасности. Придумают очень много чего такого, что усилит самостоятельность этой Европы вне зонтика Соединенных Штатов Америки. А исходя из этого, исходя из этого, что бы ни крути, без Вас это не обойдется. С Вашим членством в ЕС, в НАТО, или без Вашего членства в ЕС и в НАТО. Понимаете? Вы будете как главный плацдарк, как необходимый плацдарк. Без этого Вы буфер. И они должны будут этим буфером заниматься. Как он называется, этот буфер? Вот типа как Израиль на Ближнем Востоке для США. И вот они все вместе будут для Вас типа как Израиль. Типа как США. Ну вот Израиль существует же. Существует. Нападает, война. Понимают, что пока есть Соединенные Штаты Америки, будет существовать тот же Израиль. Это, как Вы сами понимаете, Америка в ближайшее время развалиться не собирается. Значит, из Израиля никаких проблем как таковых не будет. Конечно, там много чего будет сложного. Ну, государственность Израиля, она останется. Вот точно так же, как и Украина. Сегодня уже четко видно, что государственность Украины, она ни у кого не вызывает сомнений. Другое дело, у тебя проблемы вот в этих оккупированных территориях и в этой войне. И даже сегодня в этой тематике тоже уже как будто бы эти спекуляции все меньше и меньше. Все понимают, что война должна закончиться победой одной из сторон. Или России, или Украины. Ну, кто на стороне России, кто на стороне Украины. Да, просто война будет идти в долгую. Ну, во всяком случае, до конца этого года 100% она будет идти без изменений. А что будет на следующий год, это давайте мы скажем на этот вопрос после выборов. Теперь это так важная преамбула, связанная вот с этими подвопросами. То, что касается Европарламента. Насколько я могу судить, Усула фон дер Ляйд за все годы существования Евросоюза оказалась самым лучшим менеджером, кризисным менеджером, как ее называют. И она, на самом деле, с характером, харизматичная такая. Должность главного человека в Евросоюзе, так сказать, это должность человека, который коммуникабельный, контактный, и который может налаживать контакты даже с самими одиозными людьми, такими даже, как тот же Орбан с Венгрией. То есть надо, потому что это, если все будут одинаковые по стойке смертные, ничего интересного нет, тогда никто не поймет значимость этой должности. Туда, значит, можно кого-то назначать, от него ничего не зависит. А от него очень многое зависит. И даже та же Джорджа Мелония, посмотрите, как относится сегодня той же Усула фон дер Ляйд. А я так понимаю, большинство стран, которые будут принимать окончательное решение, не только Европарламент, а сами лидеры этих стран, они склоняются к тому, чтобы она осталась бы на этой должности. А ежели она это останется, для вас это самый главный человек в том же Евросоюзе. Европарламент важную роль играет на момент, когда это избирается. Все после этого Европарламент, это чисто, так сказать, политический институт, чьи бумажки не столь важную роль играют для исполнительной власти. А внутри их стран, может быть, там по поводу каких-то законодательств, это что можно, там что-то говорят. А чисто во внешней политике, заметьте, так много чего-то такого они не могли принять. Никаких таких решений, которые судьбоносные были бы в тех или иных вопросах, включая агрессию России против вас или там ближневосточный конфликт. Включая, например, Южный Кавказ. Я знаю по себе, сколько они там дурацких резолюций принимали. Они все сегодня в мусорном ящике. И что они помешали моей родине, моему родному Азербайджану, вернуть свою территорию. Ну, поорали, покричали. И что такое? Мы их выбросили в мусорный ящик. Что-нибудь сделали для Азербайджана? Ничего. Поэтому и вы точно так же должны исходить с того, не бойтесь, если там какие-то популисты, они могут прийти туда, в Европорту, поорут, покричать. Они, да, появятся. Некоторые из них, может, пробьются туда. Но в массе своей, в массе своей, сегодня я вижу, что Евросоюз пришел в движение. То есть не так это страшно, как это раньше казалось. Может быть, два года назад это больше казалось. Просто раз Европа пришла в движение, вот эти оборонные моменты. Информационная война тоже идет. Нагнетают страсти. Нам надо готовиться, потому что и Украину надо защищать. Не защитим Украину. Это все выйдет на одной Венгрии, там Словакия, или там та же Липен. Это всего в недостаточном количестве. Потому что в ключевых странах, которые принимают решения, большинство как раз таки именно те люди, которые сегодня поддерживают Украину. Да, может быть, где-то что-то, какое-то количество депутатов увеличится. Но это, я не думаю, что политика Евросоюза и, следовательно, политика НАТО, европейских стран, которые как-то могут измениться через призму российско-украинской войны. Я думаю, наоборот, будет усиление. Потому что задача уже поставлена, задача уже принята. И я думаю, Урсула фон дер Ляйн останется. Скорее всего, поменяется. Может быть, Боррель уйдет. Но кто бы ни пришел, я думаю, что главным человеком будет там Урсула фон дер Ляйн. И для вас это очень важно. Потому что она именно непосредственный исполнитель всех этих моментов. Шар Мишель уйдет, останется. Это уже тоже несущественно. Потому что все то, что касается именно вас и как это реализовывалось за эти два года, из всех европейских политиков для вас номер один, я имею в виду Институт Евросоюза, номер один – это Урсула фон дер Ляйн. Я очень надеюсь на то, что она останется. Вообще все говорят, что она должна остаться. Да, извините за такой еще, может быть, сексистский комментарий, но мне кажется, что самым мужественным политиком на территории Европейского Союза после полномасштабного вторжения России в Украину все-таки оказалась Урсула фон дер Ляйн. Она первая женщина. Она же не просто была в Германии министром обороны, понимаете. Она сама профессор, доктор наук. Муж у нее профессор, доктор наук. Мать семерых детей, понимаете. Я по ней скажу, что она мать семерых детей. Она похожа на кухарку. Высокообразованный специалист в своей области. Она в медицине реализовалась. Она в политике реализовалась. Она с характером. Она харизматичный человек. Она мне напоминает по характеру Маргарет Тэтчер. Они даже внешне, мне кажется, так несколько перекликаются. Вы вспомнили о том, что на саммите G7 в Италии будет обсуждаться вопрос того, как могут использоваться российские активы. Я так понимаю, сейчас речь идет о дивидендах от замороженных российских активов на пользу Украине. Ожидаете ли вы, что там будут приняты какие-то совсем прорывные решения, которые уже в ближайшем времени позволят нам на какой-то систематической основе использовать эти деньги? Ну, я ожидаю там на повестке дня, насколько я получил информацию. Есть два подхода. Первый – это получить займ на 50 миллиардов со стороны Соединенных Штатов Америки под эти дивиденды. Не под сами эти деньги, они будут… Ой, я извиняюсь. Вот. Значит, не под сами эти 300 миллиардов, а под 3-4 миллиарда, которые тикают на них, проценты. И под них это будет выделено Соединенными Штатами. Второй момент – это под суммой. А о какой сумме идет речь, господин? 50 миллиардов долларов. 50 миллиардов долларов нам дают Соединенные Штаты под гарантией вот этих дивидендов. Под гарантией вот этих дивидендов. Или же эта же сумма, но выделяется вместе с странами семерки. Странами семерки вместе с семерки. Там просто нюансы будут обсуждать. Ну, и перед этой встречей министры финансов встречались. И вот именно на министра финансов приняли это решение. Заключительное слово будет вот за лидерами этих, этой семерки, да? И они будут это согласовать с Украиной в том числе. Поэтому туда приглашен и ваш президент. Поэтому я жду там довольно прорывных решений отношения этого. То есть, однозначно, значит, это деньги, а это довольно огромная сумма. А если приплюсовать, вот, самметьте, да? Это 60 миллиардов здесь, 50 миллиардов там. Кроме этого, каждая отдельно взятая страна, вы же видите, регулярно выделяет деньги. Эти деньги, чтобы вы знали, это не на вооружение. Это вам туда, это на... На социальные потребности. На жизнь, это на жизнь, да? На Украину. То есть, в этом плане, чтобы вы понимали бы, что эти деньги... Кроме этого, каждая отдельная страна, вы же видите, выделяет так. То миллиард, то полмиллиарда, то полтора миллиарда. И туда входят также и вопросы, связанные с гуманитарной частью, с экономической и с вооружением, в том числе. Поэтому я не вижу проблем с тем, что вы сегодня не члены НАТО и не члены Евросоюза. Ну вот давайте тогда по поводу того, что есть ли проблема с тем, что мы не члены НАТО, поговорим. Потому что в начале недели президент Америки Джозеф Байден дал такое достаточно нашумевшее интервью изданию «Таймс», где он в отношении Украины закрепил два таких тезиса. Первое, когда его спросили, что такое мир, в Украине, он сказал, это когда Россия никогда, никогда, никогда не сможет оккупировать Украину. И в то же время он сказал, что он не видит и даже скорее не поддерживает вступление Украины в НАТО, что было, наверное, в Украине такой сенсацией, учитывая то, что у нас даже в Конституции закреплено наш курс стратегический на НАТО. И тут вот вопрос тогда такой, если мир для Украины, это когда Россия не сможет оккупировать, ну, напасть, даже в будущем, после завершения этой войны. Очевидно, что просто дать ракеты, которые будут бить по приграничных территориях, предоставлять какую-то денежную помощь, этого недостаточно. Для того, чтобы Россия не нападала, а Россия, она никуда не исчезнет, всегда у нас будет под боком вот такой странный сосед. Нужны гарантии, какие-то железобетонные гарантии, которые, ну, имеет, наверное, Южная Корея, Япония, в какой-то степени Израиль, хотя его, как видим, это не защитило. Как вы считаете, что Белый дом, который так прямо заявляет о том, что он не видит нас в НАТО, может предоставить как альтернативу для того, чтобы гарантировать дальнейшее ненападение России на Украину? Готовы ли они что-то нам дать? Ну, вот то, что он четыре раза сказал, слово «никогда», надо трактовать таким образом, что Соединенные Штаты Америки в этом вопросе будут постоянно присутствовать в этой тематике. То есть разговор не идет о том, что примут вас НАТО или не примут. Просто надо решить кардинально этот вопрос. Все те выводы, которые мы хотим делать из любых заявлений того же президента Соединенных Штатов Америки, упираются в конечном итоге в эту войну. И я сегодня уже могу точно сказать, что Соединенные Штаты Америки в этой войне, так же, как и Евросоюз, они пойдут до конца. Они пойдут до конца. Война будет долгую. И эта война будет до победного конца. Я имею в виду, до победного конца, именно как это видится со стороны Украины. Вам не нужно захватывать Москву там или Санкт-Петербург или что-то в этом роде. Вам нужно сделать так, чтобы никогда-никогда-никогда-никогда. Вот это четыре раза, как он сказал. То есть для этого нужно, чтобы с этой стороны на вашей территории не падали ракеты и все остальное. То есть это нужно обеспечить. И вот именно этим, этим они будут заниматься. И эта фраза, опять же, когда говорят бить по Кремлю, то есть мы не разрешаем бить по Кремлю. То есть это же, это же он вроде бы троллит. А почему вы не воспринимаете, как троллинг со стороны президента Соединенных Штатов Америки? Почему он два года назад этой фразы не говорил? Сейчас это говорит. А вот буквально месяц назад, два месяца назад пошли информационные эти вбросы. Это разрешают, не разрешают, разрешают, не разрешают. Я устал, у меня мозоль на языке. Я говорю, нет такого неразрешения. И теперь все уже, когда говорят, все увидели, что на самом деле уже у 11 стран разрешение-то есть. А вы что, до этого они не разрешали? Да? Не разрешали? Не было ударов, господин Юнус. Не было во всяком случае в публичном пространстве ударов. Кто вам сказал, что не было? В публичном пространстве не было информации об этих ударах. Не, одну секунду. В публичном пространстве не было в конце прошлого года, когда шандарахнули атакамсами, а потом выяснилось, что это было сделано атакамсами. Если нет в публичном пространстве, это же не говорит о том, что этого нет. Я, главное, говорю вам, что запрета нет. А разрешение, время не пришло, вот они сказали. Сегодня, например, говорят, мы не разрешаем бить по Кремлю. Он говорит, но сегодня надо так сказать. Вот заметьте, он сегодня так сказал. А до этого они что сказали? разрешаем вот эти 11 стран. Слышали, что сказали из Кремля и что сказал президент России на встрече с иностранцами? Ну да, мы можем тоже давать оружие тем странам, которые могут тоже бомбить эти страны, эти 11 стран. То есть кому-то будут давать. То есть мы сами это делать не будем. Мы этим африканцам дадим, хуситам дадим, Ирану дадим. Кому-то и эти страны будут это делать. Я посмотрю. Пускай попробуют. Я посмотрю, что потом станет с этими странами. То есть если они еще так относятся к России, я не думаю, что так кому-то к Ирану или кому-то другому будут так относиться. Но фактор я к чему веду? Слово ядерного оружия вообще не было сказано. То есть значит получается вы, американцы и их союзники разрешают вам бомбить по территории России. А Россия говорит о том, что мы будем давать оружие. А вам-то что с этого? Ну пускай это проблема не Украина же будет. Это проблема будет Америки и этих 11 стран, которые разрешили. Правильно? Зачем голову ломать на эту тему? Вы беспокоиться должны были, если это будет завязано на ядерной какой-то тематике. Неужели вы думаете, эти 11 стран, когда дают публично уже такое разрешение, они эту тему тоже не просчитали? Если бы они не просчитали бы, президент России такое заявление делал? Он бы другое заявление сделал. Более жесткое. А вы видите, какое заявление делает? Потому что он понимает это. И Китай смотрит, и Индия смотрит. В этой ситуации он может такие заявления делать? Теперь дальше. А территория России, это что такое? По конституции России это Крым и Донбасс в том числе? А что же они на тему Крыма и Донбасса ничего не говорят? Вы же там с утра до вечера уже два года бомбите западным оружием. Тем, которые у вас регулярно появляется. Вы же это делаете? Ну и что? Где это ядерное оружие? За два года почему не принято? Или почему за эти два года те страны, которые вам поставили, не оказались, не получили вот такое заявление, как давеча пару дней тому назад это прозвучало? Значит, получается, Кремль откровенно сам открешивается от Крыма и Донбасса? То есть здесь вы можете бомбить, это на самом деле не наше, а вот это до 91-го года, это наше. Да, это ваше, международно признанное понятное дело. И западные вот эти страны откровенно говорят, на 200 майлов. Вот на 200 майлов, когда говорят, посчитайте 200 майлов. 350 километров, я посчитала. Один майл – это 1,6, да? Это почти 350 километров. Я вчера, кстати, говорил, там есть зрители смотрят, пускай они, я там оговорился, я сказал 250 километров. 350 километров, правильно. Харьков сколько километров от границы находится? 40-50, 30 километров. Ну и добавьте туда еще 300. Вот и все. То есть, значит, вот на этом территории вы можете этим заниматься, да? Разговор идет о том, что именно на пограничных территориях не более 200 майлов. А вам и не нужно больше. Вы сначала создайте… Ну, Искандеры запускают с более дальней территории, самолеты взлетают с более дальней территории. Значит, придет время, и этим займутся. А этим будут заниматься уже F-16, этим будут заниматься патриоты. Вы должны… Я к чему это веду, да? То есть, задача уже поставлена. По мере того, как будут… Проблемы будут решать по мере их поступления, как Запад может решать. Иногда зрители, знаете, вот когда я экспертизу даю, вы должны понять, дорогие украинцы, я сам так отрицательно отношусь, так же, как и вы, к решениям этих западных стран, которые вот так медленно, не торопясь, вот принимают эти решения. Эти же решения не я же принимаю. Ну, я вам просто стараюсь объяснить, чтобы вы понимали бы, что в конечном итоге, в конечном итоге, да, все это, все это в конечном итоге поможет вам закрыть эту тему и приведет вас к победе. То есть, пораженческих настроений, оно не должно быть. Я вижу, какие эти тенденции идут. Даже в Америке, с ее предвыборной этой кампанией, тоже уже видно, что общественное мнение США никуда не ушло. Большинство хотят поддержки Украины. И вы видите, даже Трамп и вся его команда тоже стали на этой теме спекулировать. Ну, потому что все держат нос по ветру. И в Европе все держат нос по ветру. И даже вот на этих выборах в Европарламент, можете не сомневаться, большинство окажется опять в руках тех, кто поддержит Украину. Да, может быть, пройдут какие-то люди, которые не любят Украину. Но зачем вам беспокоиться на эту тему, если это никак не будет отражаться на решении этих 11 стран, которые разрешают бомбить западным оружием по территории России, на решение этих 11 стран касательно всех видов вооружения, которые вам нужно. И так далее, и тому подобное. И финансовые проблемы в том числе, да. И включая вот последнее решение GSM, которое вы в ближайшее время также их услышите. Так что держите нос как положено, уверенно. Я не для того выхожу, чтобы поднять вам настроение или выдавать желаемое за действительное. Ну, во всяком случае, вы живой свидетель. Все, что говорил, было. Ну, и может быть, когда решение Конгресса через шесть месяцев, то, что приняли. Ну, я же сам начальник сказал, что решение это будет. Я не виноват, что они через шесть месяцев принимают. Я не виноват о том, что F-16 начнет летать скоро. Оно должно было летать год назад. Ну, они так живут, они так работают. И вот то же самое. Я не виноват, что француз, это сам Эммануэл Макрон, француз, сегодня вдруг заговорил об этих миражах. А что ты год назад об этом не говоришь? Видите? А сегодня, и мы уже начинаем аплодировать ему. Ох, какой герой, ох, какой хороший. То есть забываем, потому что мы понимаем, да, спортивые овсы и шерстиклов, да. Что Байден, что он, они тоже, они так работают. Но если бы мы все работали так, как Усула фон дер Леон, или все, ну, у нее же в руках ничего. Она менеджер. Она стоит над этими 27 вот этими трусливыми мужиками, да, женщина. И она вот с каждого, там же в массе своей нет ни одного мужика, который по характеру сильнее мог бы не ебать. Вот если бы она была бы Олаф Шольцем, да, и автоматически еще возглавляла бы Евросоюз, вот тогда бы я посмотрел. И давно Таурусы были бы и публично это было озвучено. Ну, что теперь делать? Потому что Олаф Шольц, это продолжение Герхард Шлёдера, Ангеля Меркель, плюс конъюнктура поменялась, поэтому он ведет себя так, да, делает один шаг вперед, два шага назад, смотрит на Америку, отмашку увидел оттуда, раз, расхрабрился, раз расхрабрился. То есть такого типа, трусливый заяц, да. И это не только он, это все европейцы, да, поэтому из трусости, из страха они все равно будут делать то, что вам надо. И можете не сомневаться. Вот мы сейчас с вами говорим о том, как Белый дом видит гарантии безопасности для Украины. Ну, пока что речь идет о гарантиях обороны, победы и потом уже безопасности для Украины. Но это с поправкой на то, что у руля Белого дома будет находиться Джозеф Байден, тот президент, который сейчас находится на посту. В Америке возрастает вот это какое-то даже среди демократов недовольство тем, что настолько уже возрастной кандидат должен возглавить такую страну. И появляются уже даже публикации о том, что может быть другой кандидат вместо Джозефа Байдена в последний момент, как, собственно, и вы говорили, что может быть такое, что в августе, уже после победы на праймерис, будет замена. И что это будет не Камала Харрис. А вопрос, кто это может быть? Каких сильных лидеров потенциальных вы видите среди демократов, которые могли бы заменить Байдена? Знаете, все то, что я сейчас скажу, это будет выглядеть как спекуляция. А вы же знаете, я не люблю спекуляции. Фактологический материал – это основа для анализа. Июль – съезд республиканцев, август – съезд демократов. И от того, как пройдет съезд республиканцев, будет зависеть результат. Останется там Трамп, если к нему добавится Камала Харрис, подчеркиваю, именно Камала Харрис, есть вероятность, что будут изменения у демократов. Останется Трамп, не будет Камала Харрис, будет кто-то другой из вице-президентов, который будет смотреть ему в рот и никакого значения играть не будет, то есть из тех, кто вот был на этом праймерис, тогда останется там Байден. Потому что это… Никки Хейли, вы имеете в виду, к Трампу добавится Никки Хейли. К Трампу добавится Никки Хейли, тогда у демократов нужно будет изменения. Потому что однозначно связка Дональд Трамп, Никки Хейли победит связку Джо Байден, Камала Харриса. За счет Камала Харриса. Именно за счет Камала Харриса. И тогда нужно будет выносить коррективы какие-то, понимаете? Вот. А менять действующего президента, действующего президента, одно дело, 8 лет отсидел, однозначно он должен уходить, а другое дело, через 4 года менять, это немножко нехорошо и для партии в том числе. Понимаете? Вот по ходу, когда ты меняешь, ну, в зависимости от ситуации, не дай бог, скончался, тогда да. Тогда вот как это случилось, например, с Кеннеди, да, JFK, когда Джона Фиджера Кеннеди убили, тогда Линдон Джонсон, который вице-президентом был, таким большим авторитетом и не обладал. Но на фоне этого страна сплотилась, да, и избрали его. А он развязал как раз таки войну во Вьетнаме, если помните. То есть он был в 64-го по 68-й год. Ну, здесь пока нет такой ситуации. И здесь он пока жив-здоров, пускай живет, дай бог ему здоровья, живет сколько он хочет. Но он на самом деле слабый кандидат. И если республиканцы усилят свою связку, значит, и демократам нужно усиливать. А если республиканцы не усилят, а наоборот ослабят, ну, спрашивается, а зачем? Они наоборот будут работать на теме, и с двух зол надо выбирать меньше. Потому что здесь хотя бы ясно, как будет дальше 4 года. А с этим они понимают, что то, что происходит сегодня в мире, это можно бензин поджечь. Он не... Трамп не похож на человека, который придет туда, воду польет. Это понятное дело, что может запылать еще больше и еще в других местах. И в конечном итоге это может отразиться и на жизни американцев. Американцам это не надо. Американцы, наоборот, да, они любят изоляцию. Исторически так это было, да. Но сегодня они понимают, в мире глобализма и в мире вот идущих таких процессов, ну, нельзя сегодня изолировать Америку от всего того, что происходит на планете. И хочешь, не хочешь, ты должен вмешиваться. А чтобы вмешиваться, ты должен вести себя не как слон посудной лавки. А Дональд Трамп, когда был 4 года, он так и вел себя. А этот вообще никак не ведет себя. Этот ведет себя, как Олаф Шольц. Вот я бы Джо Байден сравнил бы с Олаф Шольцем. Как будто бы Олаф Шольц, за ним стоит Германия. Первая, так сказать, страна Европы. Ну, и Олаф Шольц вылезает за счет именно этого. Так же и Джо Байден вылезает за то, что он президент США. Любой сидящий в этом кабинете будет вылезать. Куда бы он ни ездил, к нему будут относиться, именно как к президенту США, к этому креслу. Но хорошо, когда это кресло еще возглавляет какой-нибудь харизматичный, да, лидер. Как, например, Франклин Делану Рузвельт, как Джон Фиджераль Кеннеди, как Рональд Рейган. То есть вот такого типа, да, который на самом деле, когда в кризисной ситуации, это же кризисный менеджер, мы говорим, Урсула Фонтетляя, кризисные ситуации тоже требуют кризисных, волевых каких-то харизматичных лидеров, да. Их же нету сегодня, ни в Америке нету, ни в Европе. Во время Второй мировой войны. Посмотрите, сколько их было. Там же не только были Деладье и Чемберлины. И Деладье ушел, и Чемберлин ушел. На их место кто пришел? Деголь и Уинстон Черчилль. Потому что война всегда приводит сильных лидеров. Именно. И сейчас тоже война. А слабые лидеры создают войну. Вот именно. И вот сейчас мы увидели, кто как вел себя в этой ситуации, да. Вот у Украины харизматичный лидер. Артист. Вот никто от него не ожидал жить. Вот многие иногда, я замечаю, вот и украинские журналисты тоже, раз тема открылась, это очень важная тематика, да. Многим кажется, что вот так легко все решать. Обратите внимание на армянского премьер-министра. Журналистом был, да, с улицы пришел. Что только он там не говорил. Пришел, сел в кресло премьер-министра, он понял, как работает эта машина. Это тоже наука. Это тоже искусство возможного, как сказал Бисмарк. Когда ты сидишь в кресле премьер-министра, ты уже не журналист какой-то газетенки, а тут можешь писать все, что хочешь. У тебя уровень другой. Когда ты президент США, это одно. А когда ты бизнесмен Дональд Трамп, это совершенно другое. И тут эти методы не работают. Заметьте, он пришел, в это кресло сел. Видите, с системой столкнулся. Потому что систему надо знать. И надо знать, за какие винтики дергать. Не только что внутри страны эта система есть, да. Сдержит противовесов. Там исполнительное, законодательное, судебное, средства массовой информации, гражданского общества, неправительственной организации. То есть это все, с этим надо считаться. Нет, пришел, и для тебя это Китай, да. Я буду работать, как в Северной Корее. Не работает это здесь. А если в Евросоюзе 27 стран, разные страны, разные там, бэкграунд у этих стран. И поэтому именно важность того, как этот человек, Усула фон дер Ляйен там, или кто-то работает. Поэтому я вижу, многие журналисты приходят, вот, например, да, я не буду называть имя этого журналиста, вот, потому что я стараюсь сегодня вас сплачивать, да. Вот. Ну, наехать на президента Украины только за то, что он сегодня покритиковал Китай, и еще говорить о том, что, наоборот, мало покритиковал. Нужно было очень сильно наехать на Китай. Вы о чем говорите? Вам, наоборот, не то, что наезжать надо Китая, вам надо работать с Китаем, вам надо работать с Израилем, вам не нужно заниматься одновекторной внешней политикой. Многовекторность внешней политики сильно для страны, чем одновекторность. Посмотрите на Михаила Саакашвили. Одновекторная внешняя политика. Близкий и дорогой мне человек. Сидит в тюрьме. Запад не поддержит. Вот этот вектор одновекторный, его не защищает. И его страну сегодня не защищает. Посмотрите, что там неспокойно сегодня. А если была бы многовекторность? Вот в моем родном Азербайджане, слава богу, многовекторная. А 30 лет назад, я был тогда в правительстве, у нас была одновекторность. Такую же взяли тактику, и они всех нас продали. А политика, знаете, что такое? Вот дипломатия. Вот министр иностранных дел есть. Есть посол. Посол отправляет в страну. Посол, чем там должен заниматься? Посол завоевывать должен друзей в этой стране. Не врагов, а друзей. А если это министр иностранных дел, значит, он должен завоевывать друзей по всей стране. И вы что, призываете к тому, что Дмитрий Кулев наехал бы на Китай? На Израиль? Как плохой министр иностранных дел. Он должен налаживать отношения. Везде, где можно. Где оружие, где деньги, где доброе слово. И так далее, и тому подобное. Китай... Господин Юнус, а вы верите, что с Китаем можно наладить отношения, с учетом того, как... Я сейчас без... Абсолютно не в контексте того, что вы говорите, что журналист критиковал президента. Абсолютно не в этом контексте. Просто верите ли вы, что с Китаем можно хоть какой-то адекватный диалог построить? Это реально на данном этапе, вот с учетом всех сложившихся мировых рокировок? Извините, что я вас перебиваю. Конечно, конечно. Пожалуйста, мой родной Азербайджан. Меньше вас по географии, по народному населению, по возможностям и по тому, какой плацдарм. И у нас прекрасные отношения с Китаем. Прекрасные отношения с Китаем. Мы много лет работаем. Мы как-то заинтересовали же их. А теперь вот это их путь. Один путь. И мы стали ключевой страной. Маленькие. То есть вот такого типа. Китай так работает. Просто вы не работали с этой страной. Вы не работали с ними. Вы не работали с Израилем. Вы со многими другими странами не работали. Да, это же вина всех, кто был в власти в Украине 30 лет. Да, я понимаю, независимая страна. И мы тоже много ошибок сделали. Да, в самом начале. И поэтому мы и проиграли в первой Карабахской войне. И сторонников не было. И так далее. Это все история. Это, так сказать, уроки. Из нее надо делать правильные выводы. Но сегодня, заметьте, как мы равно удалены. И мы сумели разыграть эту партию. Нас начинают обвинять. О, у нас с Россией прагматичные отношения. А почему у нас не должны быть с Россией прагматичные отношения? Это что, наша война? Нет. Это война между Западом и Россией. Мы маленькая страна. Что мы будем лазить туда? У нас что, есть ядерное оружие? Нам это надо. Или на Ближнем Востоке. Мы затеяли эту войну. Или на Российско-Украинском фронте. Мы затеяли эту войну. Мы должны сделать так, чтобы нам это не навредило. И в то же время, заметьте, у нас прекрасные отношения с Украиной. С первого дня. С 2014 года. И мы не признавали аннексию Крыма. И мы все сделали для того, чтобы Украина, Азербайджан находятся в одном политическом союзе. Это более 20 лет. И это не нравится Москве. Потому что у нас свои интересы. И у Турции свои интересы. И у Украины должны быть свои интересы. Вы должны быть... Да, вот мы не вошли в какой институт. У нас такая политика. Но наш главный союзник – член НАТО. Член НАТО. Вы понимаете? Нам уже не нужно НАТО. А что нам спешить в НАТО? Мы создали одну армию. И нам хорошо достаток. У НАТО уже в Азербайджане. Вот как я к вам говорю. И зачем нам стремиться в НАТО? Турцию примут в Евросоюз. Значит, Евросоюз уже в Азербайджане. А у нас, помимо этого, с 20 странами Евросоюза прекрасные отношения. Стратегические, партнерские. Урсула Хондерлян приезжает к нам подписывать на энергетическую безопасность Хартию с Азербайджаном. Значит, мы прагматично с Москвой. Мы прагматично с Китаем. Заметьте, да? Вот эту часть я называю. И мы прагматично с Евросоюзом. И вот США после Второй Карабахской войны и тоже тихо-тихо идет налаживание. Это и есть прагматизм. То есть мы завоевываем друзей. Так называемых, да, друзей. Но у нас семья, как сказал президент Азербайджана, это Турция и тюркоязычные страны. Вот это наша семья. Вот это наш приоритет. Мы постараемся сделать из вот этих тюркских государств свой Евросоюз. Ну, потому что здесь религия, культура, язык. Это все одно, да, в этом плане. Вот, грубо говоря, они же из Евросоюза то же самое сделали. Поэтому к вам они относятся не так, как они относятся к Швеции и Финляндии. Потому что они их воспринимают как семью. Как своих ближайших родственников. Понимаете? А всех остальных вот так. Ну, просто так. Это бывает там. Установили кого-то, да. Или кто-то навязывает, чтобы его усыновили. Поэтому их так тяжело принимают. Турции же, видите, уже сколько лет не принимают тот же Евросоюз. Да, в НАТО можно. Яночары, они хорошо воюют. А здесь с ними бизнесом заниматься они не хотят. Я к тому говорю, что давайте будем понимать, как работает эта большая политика. И когда кто-то выходит, выдает желаемое за действительное. Значит, вы не понимаете, как работает государственная машина. Значит, вот 90% ваших экспертов, которые выходят в информационное поле, одного дня даже не сидели в каком-нибудь государственном кабинете, большом политическом. Я не говорю президент, премьер-министр, министр иностранных дел. Да ниже уровня ни один министр, ни один замминистра, ни один посол этих глупостей говорить не будет. То, что мне приходится услышать в информационном пространстве Украины. Все выдают желаемое за действительное. Учат всех, как заниматься надо внешней политикой, как ваш президент должен говорить там на саммите НАТО, что он неправильно сказал, почему он так сказал, это не преследует дипломатии и так далее и тому подобное. Потому что ваш президент на 180 градусов сегодня другой человек, нежели тот, который выступал, когда он выступал в этом своем, ну, где он, квартал там 95 там или что-то, где он там был артистом. Это совершенно другой человек, поверьте мне. Не потому что, я с ним вообще лично не знаком. Я к тому это говорю, потому что эту должность меняет. Потому что не видите, он повзрослел на 20-30 лет. Совершенно другой человек. Потому что он увидел, что это такое, кресло президента. Это не кино. Это совершенно другое. Тем более оказаться вот в такой ситуации, когда полномасштабная война. Смотрите, показал характер. Не сбежал. А то, что предшествовало этому, вот весь этот бардак в вашей стране, это все предыдущие сделали. А он ошибок не сделал. Он тоже много ошибок сделал, особенно в самом начале. Потому что от неопытности. И команда, так сказать, неопытная. Поэтому это все, это все у вас приходит во время вашей полномасштабной войны. А вы еще в этот момент еще начинаете учить. И учат, а в основном те, которые даже одного дня не сидели в кресле какого-нибудь государства. Вы что, не понимаете, у вас идет война. И в этой ситуации вы наоборот должны сплотиться как нация. Которые на переправе не меняют. Более того, вы видите, он поменял весь мир. Как мы его встречали в Нормандии. Это же очень важно. Это очень важный момент. Я вот так внимательно. Это, понимаете, для аналитики, для экспертизы. Очень важные вещи. Я смотрю, как встречают президента Соединенных Штатов Америки. Никак. Просто встречают, потому что это президент Соединенных. Не лично Байдена. Потому что он ничего героического не сделал за эти четыре года. Он просто занимал это кресло. Это кресло называется президент США. Был бы кто-нибудь другой на его месте. Его точно так же встречали бы. Но это его встречали как герои, потому что он защищает вот этих всех трусов. Изучает достойно. И вот он представляет их. И это лишний раз должно вам давать силы. Ну, а если представляете, он идет так, он чувствует за собой нацию. А на самом деле он чувствует за собой нацию. Ну, просто, к сожалению, в вашей нации есть такие, которые целый день занимаются политикой. Начинают критиковать, не любят там. Ну, нажмите на свою гордыню. Забудьте про это. Победите в этой войне, потом кого хотите, выбирайте президентом. Сегодня этих вещей делать нельзя. Так что я против вот такого типа моментов, когда кто-то призывает идти на конфронтацию с Китаем, с Индией там, например, если в Индии что-то позволит себе. Или идти там... с Израилем. Вы же нуждаетесь во всех этих странах. Вот смотрите, Индия сегодня поддерживает Армению. Индия поддерживает Армению. Потому что Пакистан поддерживает Азербайджан. Как вы сами понимаете, да? Вот в этой ситуации. И что? Азербайджан сегодня в плохих отношениях с Индией? Мы должны все пойти против этой страны? Это же дипломатия, это же политика. Здесь надо сделать... Значит, посла надо отправлять нужного в Китай. Ну вы сами недавно поменяли посла туда и отправили как будто бы говорить серьезного туда человека. Ну это надо... Просто вы 30 лет это должны были делать. А вы никогда не уделяли внимания этому. Вы всегда думали, что вот одно направление у нас, наше направление это евроинтеграция, что а что, мир такой маленький? Вся эта Европа где деньги делает? На глобальном юге, на глобальном востоке, да? Видели, как они летали туда в Китай? Все эти. А почему вам не летать? Почему вам бы не заинтересовать этот же Китай перспективами экономических связей с вашей страной? И естественно, если Китай придет туда и хорошо придет туда, я думаю, он будет защищать эти интересы. У нас в Азербайджане, когда страна обрела независимость, первым к нам кто приехал? Маргарет Тэтчер. Посадил в самолет президента этого самого БП, Бритиш Петроли, Брауна. И чек тогда был на 40 миллионов долларов. Бритиш Петроли. Естественно, вот, и они охраняют это. Попробуй, они не будут охранять. Они исторически это делают. И точно так к ним присоединились уже все остальные точно так же. Поэтому нужно заинтересовывать. Посмотрите, как Азербайджан сегодня создает вот на освобожденных территориях инфраструктуру. Сколько аэродромов? Вы знаете, за эти два года сколько аэродромов там построили? Во всех этих освобожденных городах международный аэродром строится. Эта инфраструктура создается. Дороги все такие, как в Европе. Зеленая энергетика начинает работать. Вы думаете, Усула Фондерлян просто так туда прилетала? Мы хотим сделать из Азербайджана именно самую современную такую территорию, чтобы она привлекала всех тех, кто хочет делать деньги. Вот эти транзитные маршруты. Естественно, после этого, когда они будут видеть такого территории, они будут в первую очередь заинтересованы, чтобы там была бы безопасность. Чтобы никто носом не сунул. Лишний раз. Северо там, с юга от Азербайджана. И поэтому вот этим надо заниматься. А для этого нужно вести многовекторную внешнюю политику. Не делать так, чтобы кто-то тебе указывал бы. Вот иди выступи против Израиля. Иди выступи против Китая. Тебе надо, ты и выступай. Тебе надо, ты и выступай. Это твоя весовая категория. Украина не в той весовой категории, чтобы выступать против Китая. Тем более, против Израиля также, если вы заинтересованы в высокоточном каком-то вооружении. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете и о перспективах построения каких-то партнерских отношений с Китаем, и что вы думаете про извинения Байдена, ну вообще про все темы, которые мы сегодня с господином Юнусом проговаривали. Вам, господин Юнус, хочу вас поблагодарить и за сегодняшний эфир, и за все эфиры, которые мы с вами вместе провели на канале Фабрика новостей. До эфира говорила вам, что это мой крайний эфир, потому что я пока что приостанавливаю свою активность на Ютубе. Желаю вам удачи. Ну и, друзья, обязательно поддержите это видео лайками, подпишитесь на канал Фабрика новостей и комментируйте, как я уже сказала, тоже. Мне, конечно, жаль терять такого собеседника, признаюсь честно. Вот я публично говорю, чтобы зрители тоже это видели и чтобы поддержали бы вас в той сфере, в которой вы будете. Я не знаю точно, где это будет, но я точно хочу, я уверен, что вы там также будете вести себя профессионально, как здесь. И очень мало журналистов, с которыми я имел огромное удовольствие вот так довольно хорошо, плодотворно общаться. Я вам желаю большого успеха, так же, в принципе, как желаю всему украинскому народу мира, процветания и победы. Поэтому дякую, до побачения, слава Украине! Дякую за теплі слова, героям слава! Субтитры подогнал «Симон»!